В масле, в обычном подсолнечном масле, есть всяких компонентов, в общем-то мало пригодных для пищи. Это не только в масле, но и в жирах. Тут на стенках парафин налит. На мой взгляд, скорее всего, масло, которое прошло очистку хворелы, более пригодное для пищи, нежели в чистом виде. Тем более, вероятно, что мешают всякие другие масла, например, пальмовое. Почему-то подсолнечное масло приобрело такой желтоватый цвет, похожее, как это бывает в пальмовом масле. Любой может сделать очистку масла при помощи хворелы. Для этого нужно взять хлорелу водную в воде, суспензию разбавить чистой и добавить масло. Такой пропорции, в принципе, вполне достаточно. Надо ожидать неделю до полного цикла. Можно, конечно, продолжить рост микроводорослей, но масло будет просто дальше разрушаться. В общем, не обязательно. Достаточно довести его до этого состояния, когда споры выпали. Когда водоросли выпали в осадок, и вода полностью стала прозрачной. Чтобы запустить заново эти водоросли, это, конечно, будет долго. Нужно заново начинать весь процесс. То есть братья раствора. Водоросли.